Здравствуйте, меня зовут Сергей Проходский, это канал Про Цветок. И сегодня мы с вами поговорим о очень удивительных и интересных растениях, а конкретно о гортензиях. Причем, в частности, затронем прежде всего группу метельчатых гортензий, а точнее сортов на основе вида гортензии метельчатые. Почему именно про них? Потому как на самом деле эти гортензии уникальны. Они обладают жестким кустом, то есть, как видите, они образуют харкорший каркас, держатся, не ломаются ветром, дождями, что свойственно, допустим, для широко распространенной гортензии древовидной. Кроме этого, они очень декоративны. И декоративны, начиная с конца июля, первой половины августа, и вплоть до зимы, до холодов и морозов. Применяют гортензии очень по-разному, и за счет этого они тоже заслужили свое такое широкое распространение и использование. Их можно встретить как в одиночных посадках в солитерах, в группах, в цветниках, то есть в миксбордерах, и в различных других вариантах. У гортензии метельчатой есть целый ряд декоративных сортов, которые достаточно давно используются в посадках, в озеленении. И каждый сорт, естественно, имеет свои отличительные особенности. Вот как раз перед вами сейчас сорт Great Star, который отличается сочетанием крупных стерильных цветков и мелких обоеполых, которые образуют семена. На заднем плане очень известный сорт Vanilla Freyze, ванильный аромат, который меняется в процессе цветения с чисто белой окраски до, соответственно, светло-розовой, и потом такого насыщенного темно-розового, темно-лилового даже оттенка. Одна-другую гортензию будут дополнять, поэтому очень часто их используют в комбинации. Что важно для метельчатых гортензий в содержании в уходе? Если мы хотим добиваться, на самом деле, максимального декоративного эффекта, нам надо формировать плотный, аккуратный, но в то же время мощный декоративный куст. Важно, чтобы кустарник был жесткий по своей структуре, поэтому гортензии метельчатые с первого года после посадки необходимо жестко обрезать. Каждый год мы будем наращивать 20-30 сантиметров высоты. Таким образом, приобретая совсем небольшой саженец в питомнике, который может иметь высоту до полуметра, для того, чтобы получить кустарник, как и этот, высотой метр, полтора, два, иногда даже больше, должен пройти не один год. Но только так мы сформируем каркас, который будет держаться, ветви не будут ломаться, он будет жестким и будет полностью покрываться цветками. У гортензии метельчатой есть и гораздо более пышные по соцветиям сорта. Вот, допустим, наряду с ванилла фрейс, которая обладает крупными соцветиями, есть еще сорт Lime Light, у которого соцветия в 2-3 раза больше, чем у этого, и там очень важно, опять же, иметь хороший каркас кустарника, для того, чтобы под весом крупных шапок цветов ветви не склонялись, соответственно, не ломались, что очень часто бывает у той же древовидной гортензии после сильных ветров и ураганов и дождей. Среди декоративных сортов гортензии метельчатой интересен еще сорт Tardiva. Он обладает такими прям карминно-красными цветками, крупными выделяется. И вот, допустим, здесь классно видно в сочетании двух разных гортензий, как они контрастируют на фоне друг друга и поддерживают. Но чтобы добываться от любого сорта метельчатой гортензии максимальной декоративности, шапок, соцветий, внешнего вида, естественно, необходим уход. Первое, что необходимо помнить, при, естественно, посадке надо, чтобы была подготовлена хорошая посадочная яма полметра на полметра ориентировочно там, замешать компост, плодородную землю, кислый верховой торф для максимально такого хорошего растительного субстрата. В дальнейшем лучше поддерживать эти условия. В данном случае хорошим примером является то, когда используют кору различных фракций, она внешне декоративна, и, кроме этого, эта кора хорошо мульчирует верхний слой, подкисляя грунт. Для гортензии это важно. Поэтому периодически лучше всего обновлять верхний слой мульчой, корой, опилками, либо другим материалом на основе дерева, который будет разлагаться. Кроме этого, обеспечить лучше всего хороший полив водой, постоянный. Гортензия метельчатая требовательная к влаге растения. Особенно в период развития, то есть период выгонки побегов, потом бутонизации и цветения. Это предельно важно. Кроме этого, есть еще целый ряд моментов, особо важных при культивировании гортензий. И один из самых главных из них – это правильная обрезка. Если в момент цветения, или даже во второй фазе цветения уже, можно фактически обрезать просто соцветие. Причем обрезать мы можем как верхушку, то есть само соцветие для того, чтобы убрать уже шапку, если она ломается или очень тяжелая, так и обрезать для букета более основательно побеги. Но это не связано с тем, как мы формируем сам по себе куст. Формировать кустарник надо жесткой обрезкой в конце осени или в начале весны, для того, чтобы побеги гортензии не ложились. Как вы видите здесь, обрезка была щадящая, цветение достаточно интенсивное, соцветия становятся тяжелыми, и после дождя и ветра они падают. То есть не хватает мощности и жесткости побегов. Для того, чтобы правильно сформировать кустарник, важно, чтобы этот куст формировался с самого основания, снизу. Первый обрезк у кустарника лучше всего проводить на 2-3 почки от основания, как и здесь было сделано. Этим и самым мы закладываем основу куста. Дальше, следующий, каждый год, мы даем выгонять побеги, опять же, на 2-3 почки. Вот был прирост следующего года, была первая почка, вторая, после этой обрезка. На следующий, на третий год, опять же, пошли расти новые побеги, и когда они выгоняются, вот в данном случае здесь была допущена ошибка, не там полметра оставляем, опять же, 2-3 почки и следующая обрезка. Если этого не сделать, соответственно, развивается узел ветвления на верхушке, и после этого гортензия становится валкой и падает. Обратим внимание на вот этот побег. Вот он здесь как раз-таки выгнан по высоте, и за счет этого он становится очень тяжелым. Лучше всего к следующему сезону, не щадя гортензию, жестко ее обрезать гораздо ниже. Она даст изнутри новые побеги и сделает более жестким сам кустарник. Кроме этого, метельчатую гортензию можно формировать не только в виде кустарника, но и в виде небольшого деревца, то есть на штамбе. Смотрите, вот у этого сорта фантом, в данном случае здесь изначально заложен низкий штамб, то есть низкий стволик без кроны, а дальше идет уже разветвление. Этого можно достигать путем выгонки побега, потом обрезки, соответственно, сверху формирования. Важно в дальнейшем в уходе следить, чтобы у штамбовых гортензий штамп, то есть вот этот вот участок ствола до кроны, сохранялся. Если как здесь образуется вот эта молодая новая поросль, ее надо своевременно удалять. Что мы, соответственно, сейчас в процессе ухода и делаем? Аккуратно по стволу вырезаем ненужную ветвь. Если в дальнейшем крона становится очень тоже разросшейся, следим, возможно, надо будет ее подвязывать и немного формировать по контур, для того, чтобы добиться аккуратной декоративной формы. Спасибо всем за просмотр. Пусть метельчатые гортензии, как эта ванилла фрейс, радуют вас своим цветением. До встречи в новых видео на канале Процветок.